Много говорить и многое сказать, это не одно и то же. Привет, я Даша, и это книга-отчётник за февраль 2015 года. И тадам! Собственно, видео будет коротким, но неверное. Потому что прочитала я так немного, в этом месяце всего книги читали. Так, о первой книге, которую я прочитала, я уже имела честь рассказывать. В отдельном видео это «Символы и награды Российской державы». Я оставлю ссылку под видео, кому интересно, может пройти и посмотреть подробнее. Также я читала Жданова две книги. Это «Династия в романах» Николая II и «Династия в романах» Екатерина II. Об этом тоже есть отдельное видео, собственно, как и по самому писателю. Там в самом конце об этих книгах говорится и рассказывается. Это совместное с мамой было видео. И опять же, ссылки внизу. Я предупреждала, что видео будет короткое. И последняя книга, которую я прочитала буквально, кстати, позавчера. Это «Лебединая песнь. Побеждённый» Ирина Головкина. Вот так она выглядит. Такой очень солидный, как эта часть называется, память выводит. Да, у Даши память, как у рыбки. Автор Ирина Головкина. Между прочим, прямая внучка по материнской линии того самого римского Корсакова. Вот, собственно, это было второе чтение. Я её перечитывала. По-моему, после первого своего прочитывания я не говорила. Если найду видео, то оставлю опять же ссылку. У меня сегодня все ссылочные книги. И эта книга посвящена рассказу о неоправданных репрессиях, носителях аристократических фамилий и их семей в конце дурацкой революции 1917 года. И вот это описывается, вот это всё это безумие. Между прочим, всё, что написано в данной книге, является истинной правдой. Всё так и было. Ничего автор не придумал. Единственное, что я хочу подметить, происходило это не с теми людьми, имена которых названы, а с другими. Просто Ирина Головкина перемешала между собой все эти события, присвоила их разным людям и, в общем, связала всё это в одну цепочку, так, чтобы получилась книга. Книга очень серьёзная, очень отлично, очень замечательная. Она останется с вами навсегда. Вот вы её прочтёте, и она останется у вас здесь. Вы с ней больше не расстанетесь. Собственно, небольшой минус. Очень многие герои и мыслят, и говорят об утерянной монархической России, Руси, вот то, что как вот эти революционеры всё загубили, всё испортили, всё делают плохо. И я с ними согласна. Вот те эмоциональные переживания по поводу утраченного, я с ними согласна фактически во всём, исключаю буквально сущие мелочи, сущие буквально нюансы, но это не выглядит органичным и естественным. Не хватает тонкости поэзии в описании вот этого чувства утраченной России, былой России. и это немножечко уменьшает достоинство книги, но в основном прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо, всё хорошо. Совершенно изумительная книга, я её читала второй раз, причитывала с огромным удовольствием, я испытывала те же самые эмоции, те же самые чувства. Я не пересмотрела свою точку зрения на эту книгу, хотя прошло года два, однако с тех пор, как я её читала в первый раз. И я читала её в «Альтон-Вариате» в первый раз, мне безумно хотелось её иметь в таком, чтобы пощупать, чтобы перелистывать, потому что когда ты листаешь книгу, это своего рода медитация. Посмотрите, я всегда говорила, что для меня не важно совершенно оформление, для меня важно содержание. Я лицемерила, потому что я восхищаюсь этой книгой, мне очень нравится боковая часть, хотя позолота уже начинает слетать, ну и ладно, форза здесь прекрасен, видим мост такой, задний форза тоже такой. Но безумно мне понравился шрифт и качество бумаги. Смотрите, вот это узкие поля, потому что когда я вижу книгу с широченными полями, которые чуть ли не равняются в сантиметрах с объёмом самого текста, у меня производится впечатление, что автор написал ничтожно мало, ему хочется, чтобы книга казалась объёмнее, и вот поля. Здесь поля мыси пусенькие, шрифт замечательный, качество бумаги изумительное, я терпеть не могу, когда вот плохое качество бумаги, меня это просто убивает. Обложка может быть ГГ, но качество бумаги мне хотелось бы видеть хорошим. Не так, чтобы ты провела пальцем по странице, вот я провожу, и ничего не размазывается. Вот я не хочу быть голословной, но когда я беру в руки, допустим, книгу издательства Эксмо, стараюсь я у них не покупать книг. Канцелярию, да, с удовольствием, но не книги. Вот когда у них я провожу, допустим, пальцем чистым, нежирным, блины не ела перед этим, там просто такое разводище. Так что отдельное спасибо просто за ксориктонный создатель. Понятно, Санкт-Петербург у нас издатель, многое объясняет. Издание 2012, это третье издание. И тут есть изумительные в центре фотографии, я обожаю фотографии. Я по фотографиям очень много могу сказать о человеке, о людях, даже его засловии. И это всё фотографии собственно семьи автора и её самой. Сейчас найду, кстати, её снимок. Вот я не помню, чтобы был портрет. Нашла после свадьбы. Вот она. Да. Удивительный вообще человек. И мне, кстати, кажется, кто будет читать книгу или уже прочитал, вот три героини, Ася, Леля и Ёлочка, мне кажется, на всех трёх с себя писала, просто примешала им разные в чём-то качества. Мне кажется, она себя разделила вот на три части. И воплотила в данном издании я просто способна бесконечно петь оду этой книги. Я восхищена и поражена, и несмотря на то, что это был уже второй раз, я всё равно... Она замечательная. Конечно, те, кто относится положительно к революции с 17-го года, мечтайте. Вам не понравится. Вот. Ну, собственно, на этом всё. Я желаю всем весны. Календарная, по крайней мере, уже на пороге. И всем до скорых книг.